Ну вот, друзья, я и закончил работу в Государственном архиве Забайкальского края. Это был сегодня заключительный день моего пребывания в этих стенах. Я надеюсь сюда еще когда-нибудь вернуться и еще окунуться в историю. Какое бы дело не взять, вот я так понимаю, пусть это годовые отчеты работы колхозов Нерчинского района за 1945 год, или списки тоже 1945 года на премии колхозникам. Любой документ, он от него веет тем временем. Я, конечно, сейчас переполнен эмоциями и еще об этом буду говорить в своих видео, в своих репортажах. Но я хочу призвать вас, кто интересуется жизнью своего рода, приходите в архив, берите дела. Вся работа в архиве абсолютно бесплатна, это государственный архив. И очень хорошие условия, очень хорошие сотрудники, работают быстро. И вот и все. Спасибо архиву, что я вот в эти дни был и просто переброшен как машиной времени. И в 1860 году побывал в Кяхте, где занимался делами провоза китайских вин. Ну а потом, конечно, это интересно, то, что гражданская война, в Забайкалье борьба с красными. Потом это Дальневосточная республика и восстановление, так скажем, хозяйства, всех сфер его жизни. Ну и, конечно, вот 45-й год, победный год и как жило село. И вот еще раз показываю. Вот это здание государственного архива, оно не одно. Это одно из зданий, есть у нас другие здания. Это Читаэнергосбыт, ну а это турист. Читинцы все знают это место. Еще с 90-х годов. Там идет улица Бабушкина. Так что добраться до сюда легко. Я был исследователем целых две недели. Приятное ощущение соприкосновения с прошлым. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...